МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите информационную программу Польс города в студии Екатерина Иванова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашем выпуске. Опасности нет. Возгорание на городской свалке ликвидируется. Пришел за книгой, попал на выставку картин. В библиотеке открылась экспозиция неизвестного художника. Трудовое лето началось. Бригады школьников приступили к работе. Не так давно жители нашего города могли заметить задымление и почувствовать запах гари. Особенно сильным он был в районе лесозавода. Именно там, где располагается мусорный полигон, или, проще говоря, городская свалка. Возгорание спрессованных отходов действительно имело место. Однако на сегодняшний день оно ликвидировано практически в полном объеме. Первыми тревогу по поводу горящей свалки забили жители лесозавода. Они пожаловались на едкий дым-гарь, доносящийся с полигона. Как нам объяснил генеральный директор Кандалакшской перерабатывающей компании, причиной возгорания могла стать сухая солнечная погода да разбросанные тут и там стеклянные осколки. Чтобы ликвидировать очаг и не дать огню распространиться на всю площадь, провели специальные работы. Всю площадь полигона мы отсыпали грунтом. Также основные очаги были залиты водой и опять же закрыты грунтом. Остались небольшие такие очаги, которые будут локализованы буквально здесь на днях. Вот по приходу техники основной. Ну, задымлений, как вы видите, на данный момент нет. Будем думать, что в этом году уже возгорания не произойдет, так как, конечно, грунта было очень много завезено, мусор весь закрыт, утрамбован. Сейчас опасности нового возгорания нет. Однако обслуживание полигона занятие довольно затратное, поэтому, скорее всего, жителям нашего района придется платить не только за вывоз мусора, но и за его размещение на свалке. Под по такому принципу, по словам Сергея Макеева, уже давно работают перерабатывающие компании других муниципалитетов области. Уже, вот как, даже в некоторых муниципальных учреждениях и два года эта программа действует, что население платит за размещение. Вот у нас администрация платила до этого года, но так как это не целевое расходование денег, соответственно, плата возлагается на население. Кто производит мусор, кто-то платит. Как скоро будут введены тарифы и какими они окажутся, говорить пока рано. Сейчас документы по их согласованию находятся на рассмотрении Комитета по тарифному регулированию. Лето – традиционная пара отпусков, отдыха и каникул. Но не для всех. В эти дни на территории нашего города активно работают трудовые бригады. Сейчас задействована самая многочисленная июньская смена. В то время как основная масса школьников отдыхает от учебного года, многие из ребят решили провести каникулы с пользой для себя. Они стали участниками традиционного мероприятия «Трудовое лето». На территории нашего района оно проводится уже в 14-й раз и предполагается, что в этом году к нему будет подключено более 500 обучающихся. За каждой бригадой закреплены определенные участки. Объем работы предстоит выполнить достаточно большой. Это работа в пришкольных участках, помощь по уборке территории школы, помощь по ремонту школы, какие-то мелкие поручения нам дают. Плюс у нас есть муниципальное задание по озеленению городских территорий, то есть уборка мусора, попавшие листвы и вдобавок мы еще нам дали задание по помощи в открытии детского сада номер один, то есть который за главпочтам там находится. То есть нас попросили посильно помочь в уборке, вообще в помощи детскому садику. Работают бригады не только на территориях школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. Несколько дней в неделю они приводят в порядок и городские улицы. Для многих это возможность пообщаться с друзьями, внести свой посильный вклад в наведение чистоты, ну и, конечно, подзаработать денег. В этом году сумма оплаты труда школьников составит примерно 7 тысяч рублей за смену. Я как бы узнал просто, что за это платят, за денежные средства, и вот они же не лишние, я вот захотел поступить в бригаду, заняться уборкой города. Не, ну так хорошо, как в город убирать свой, чтобы чистота была. Работать бригады будут на протяжении всех летних месяцев. В конце сентября подведут итоги конкурса «Трудовое лето». От каждой из бригад выберут и дополнительно поощрят самых трудолюбивых. Далее в нашей программе коротко о других заметных событиях. Россияне получат 4 выходных дня подряд в связи с празднованием Дня России. Таким образом, на следующей неделе будет всего 3 рабочих дня с понедельника по среду. При этом 11 июня жители нашей страны ожидают сокращенный рабочий день, поскольку он является предпраздничным, уточнили сегодня в Роструде. Правительство Мурманской области выступило с инициативой строительства газопровода. Об этом сегодня заявил министр энергетики ЖКХ Владимир Гноевский, выступая на заседании рабочей группы по вопросам энергообеспечения региона. По словам главы коммунального ведомства, руководство области уже обратилось в Газпром с просьбой рассмотреть возможность строительства магистрального газопровода, соединяющего Кольский полуостров с газотранспортной системой Северо-Западного федерального округа. Этот вариант может стать вполне реальным, если перспективные объемы потребления газа в регионе, с учетом появления новых промышленных мощностей, составят свыше 7 миллиардов кубометров в год. Специалистами Управления коммунальным хозяйством решен вопрос об организации общественного туалета в районе Фонтана. От идеи установить там кабинку для нуждающихся пока отказались. В качестве альтернативы горожанам предлагают воспользоваться за определенную плату местом общего пользования ресторана Канда. Районная администрация продолжает кампанию по приобретению населения однокомнатных квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Жилье должно быть благоустроенным площадью не менее 28 квадратных метров и располагаться на территории города за исключением микрорайона лесозавод. Также обязательными требованиями являются наличие в помещении косметического ремонта, рабочей газовой или электрической плиты, индивидуальных приборов учета, ресурсов. По вопросам продажи квартир необходимо обращаться в 307 кабинет администрации. Завершила работу муниципальная комиссия по комплектованию дошкольных учреждений на 2014-2015 учебные годы. По итогам ее работы принято решение о распределении 558 мест в детские сады Кандалакшеского района. Информацию о выделении путевки родители будущих дошкольников могут получить на сайте Управления образования. В Центральной библиотеке города открылась выставка картин Кандалакшеского художника. На экспозиции представлено 19 работ. И это не все произведения живописных дел мастера. Впрочем, имя его остается тайной. Создатель Полотин пожелал остаться неизвестным. Центральная библиотека в очередной раз стала еще и выставочной площадкой. Здесь открылась экспозиция неизвестного автора. Художник предпочел остаться в тени. Зато Кандалакшан есть возможность насладиться его творчеством, почувствовать настроение и оценить мастерство. Картины, написанные маслом, поражают игрой красок и техникой. И как будто живут отдельной жизнью. Часть произведений, представленных на выставке, перерисовки полотин известных художников. Но большинство все-таки собственные сюжеты мастер. Каждый житель города совершенно бесплатно, совершенно свободно может прийти в библиотеку и полюбоваться на такие замечательные работы. Здесь у него представлены и пейзажи, и портреты, и городские пейзажи. Больше всего он любит писать, конечно, городские пейзажи. Город его вдохновляет. Вдохновляют художника и женские образы, да и просто люди, со своими характерами и темпераментом. Экспозиция будет работать на протяжении лета. Тепло на местами дождливо. Такой прогноз на ближайшие выходные дают синоптики. Впрочем, сегодня ночью осадки в Кандалакшском районе маловероятны. Ветер подует юго-восточный, а воздух прогреется до плюс 13 градусов. Днем в четверг, по прогнозам, в Кандалакши и по району, будет облачно с прояснениями. Местами возможен дождь и до плюс 23 на градусниках за окном. Прогноз погоды представляет единая справочная по товарам и услугам 9-10-10. 9-10-10. Спрашивайте, ответим. На этом наша программа подошла к завершению. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин